Турецкая газета «Заман» на неделе опубликовала сенсационное заявление. 1300 отелей, или практически каждый десятый, выставлены на продажу в Турции. Так, курорты готовятся к наступающему сезону. Сезону без русских. Да, западные эксперты успокаивают. 4 миллиона россиян — это ведь всего 10% отдыхающих. Их заменят европейцы и выходцы из СНГ. Но посмотрим иначе. С одной стороны, почему вдруг, в момент очень острого экономического кризиса из Европы и СНГ, поток увеличится, причем минимум на 4 миллиона недоехавших россиян. При том, что отдых в Турции не самый дешевый. С другой стороны, не европейцы покупали именно люксовые туры. В отеле «Супер All Inclusive», в который турки вложились в последние годы. Это было рассчитано на широкую русскую душу, для которой и копию Кремля с собором Василия Блаженного на берег турецкий ставили, и учили русский язык, и 100 рецептов оливье. Мой коллега Тимур Сиразиев отправился в Солнечную Анталию, чтобы понять, как в Турции, считавшиеся долгие годы излюбленным местом отдыха россиян, готовятся пережить сезон без русских. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здрасте. Лишь один прямой рейс в день, полупустой салон и разговоры не на русском. И все это на том направлении, которое еще недавно было одним из самых популярных. Через несколько минут идем по пустому залу выдачи багажа и выходим на улицу, где лишь несколько встречающих. Местные жители объясняют, зима – не сезон. Но что, если и в сезон будет так же? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пустынные пляжи. Сейчас это нормально, холодно. Но здесь боятся, что такая же картина будет и летом. Жара, теплое море – никого. Для жителей Анталии – это страшный сон. Такого здесь никто не помнит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более трети доходов в Анталии приносили туристы из России. А на таких курортах, как Кемер, доля наших туристов превышала 70%. Раньше, именно зимой, российские турфирмы бронировали отели, заказывали чартерные рейсы. В этом году тишина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом году, получается, в феврале, были заказы на лето. Да, фуль. Полностью все было продано. А сейчас? Сейчас нету разорваться. Сейчас очень мало. Туриндустрии на грани банкротства. Такой приговор одной из самых прибыльных отраслей экономики вынесла своя же – турецкая пресса. Статья опубликована в одном из центральных изданий. Туристическая индустрия Турции переживает сейчас один из худших периодов в своей истории. Наиболее пострадали отельеры Анталии – традиционного места отдыха россиян. Здесь на продажу выставлено 410 туристических объектов. Жителей Анталии статья шокировала. Риэлторы, среди которых много русских, удивлены таким масштабом распродаж. Из 400 продающихся отелей – 120 пятизвездочных в регионе Анталии. Такое может быть? По-моему, нет. Почему? Ну, это действительно слишком много. Я не знаю, где они вообще столько пятизвездочных отелей в Анталии. Если факты и не верны, то суть проблемы отражена точно. Ведь и в этом агентстве недвижимости спад продаж. Дорогие апартаменты покупали и арендовали русские. Пока, говорят местные жители, это никак не отразилось на доходах и уровне жизни. Масштаб проблемы станет понятен летом. Почувствуй себя как дома. Турция долгие годы делала все возможное, чтобы нам здесь было комфортно и уютно. Именно поэтому здесь и появились вот такие дворцы. В стоимость проживания включено все, что только можно представить. Система ультра-олл-инклюзив. Хотят ли экономные туристы из других стран переплачивать за все это? Большой вопрос. Этот пятизвездочный отель рядом с Аланией продается, но работает. Сотрудники о будущей сделке не знают. Представитель владельца говорит, решение о продаже принято давно. Но понятно, никто и не признается, что причина – возможный кризис. Зато собственник спа-салона говорит открыто – без русских будет тяжело. Если русских не приедет, кого-то там будем побыть. Желательно русских. Мы для этого учили русский язык. Управляющий другого пятизвездочного отеля ждет, что вместо гостей из России приедут туристы из Ирана и арабы, живущие в Европе. А значит, придется подстраиваться под нового клиента, учить новые языки, нанимать новых сотрудников. Сколько на это уйдет времени и денег, никто не считал. В Анталии надеются, что и не придется. Русские – здесь уже давно не просто гости. Раша. Я тоже Раша. Откуда ты рады? А? Откуда вы? Из Москвы. Я тоже в Москве. Все богатые люди женаты с русскими женщинами. Тогда им надо всем разводиться, и столько же детей у них. Смешанных семей десятки тысяч. Для их детей открыты вот такие площадки. Один из парков так и называется – Московский детский парк. И когда в магазинах спрашиваешь про отношения между Россией и Турцией, их описывают как больше, чем просто дружеские. Как хлеб-соль. То есть хлеб без соли – это невкусно. Правильно. Это вот небольшой промежуток сейчас. Уляжется все нормально. Но люди, наверное, переживают все равно. Туризм кормит целую армию таксистов, продавцов, владельцев кафе. Все они стали заложниками ситуации. Собственник ресторана Архан Арук внимательно следит за новостями и говорит, что понимает, почему все происходит именно так. Я считаю, этот конфликт выгоден Америке. У нее были свои планы в отношении Сирии. Когда Россия начала военную операцию, это спутывало все карты США. И они решили испортить отношения между Россией и Турцией. Лучше всего настроение и ожидания местных жителей отражает зимняя погода. Море волнуется и кажется, скоро будет ураган, который может нанести значительный ущерб. Но здесь еще надеются, что буря пройдет стороной. Тимур Сиразиев, Анастасия Берестенко, Наталья Штонда, Первый канал, Турция.